Друзья, всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Татьяна и вы на моем канале. Сегодня у нас с вами интересное видео про покупочки из магазина FixPrice, а также по вашим просьбам в конце видео я дам вам свой отзыв о некоторых последних покупочках, которые я уже какое-то время использовала и смогу вам сказать, просто вы очень много спрашивали, как тот или иной продукт, и я вот вам в конце этого видео отвечу, чтобы вы точно понимали, надо его брать или не надо. Так что да, давайте начнем. На самом деле пакетик в этот раз у меня абсолютно небольшой. Взяла вообще по минимуму и то, что мне было просто необходимо, но все же показать вам хочу. Значит, смотрите, я взяла вот такие вот цукаты папайя, папайя сушеная. Здесь у нас папайя сушеная 94%, сахар 5,5, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант диоксид серы. Почему я взяла? Потому что изменилась упаковка. Знаете, была и вот такая, которая была ранее представлена, папайя сушеная, вьетконг, и эта вьетконг, но почему-то другая упаковка. Я решила взять и ту, и другую, подумала, ну мало ли, вдруг они чем-то отличаются. Вот эту, которая новенькая, попробовала, и нет, они совершенно ничем не отличаются, они абсолютно идентичны. И по весу, ага, нет, вот здесь 70 грамм, а вот здесь 100 грамм. Посмотрим по чеку с вами чуть-чуть попозже, и я вам точно скажу, как они по цене отличаются или нет. Ну, в общем, две таких упаковочки взяла, одну только открыла, попробовала, больше пока что не ела. Так, раз уж начали с продуктов, давайте ими и продолжим. Знаю, что очень многие любят и очень многие хвалят, и в общем, я решила взять, я когда-то уже давно брала такие огурчики, смотрите, вот такие. Вот так выглядит упаковочка, вот, банка, вернее, огурцы маринованные, соленье варенье называется, 680 грамм, готовый продукт, состав огурцы, вода, питьевая соль, регулятор кислотности, уксусная кислота, лимонная кислота, зелень, укроп, огорчица, чеснок, подсластитель и, в общем-то, все. Ну, то есть, как бы, этот состав ничем не хуже, чем все те огурцы, которые мы покупаем в той же пятерочке, магните, перекрестке, без разницы, только вот эти стоят 55 рублей. Все остальные магазины продают в основном около 100 рублей, то есть там от 70 до 100, ну, те же яйца только в профиль, правда, поэтому взяла. Видела я, девочки, новинку, точно знаю, что это такой достаточно ценный, да, продукт, в том плане, что везде намного дороже, намного. Смотрите, вот такой вот чеснок, как же он сейчас мне пахнет, вы просто не представляете. Полезные продукты, чеснок сушеный, измельченный, номер один. Так, а вот это, ну, как бы, состава здесь нет, просто чеснок сушеный и все. Вот, Российская Федерация изготовитель, здесь сколько у нас грамм? 60 грамм. Почему я говорю, что обычно он стоит дороже? Потому что я покупала чеснок такой, я его заказывала, ну, да. Вот так выглядит, смотрите, девочки. Ну, как бы, чеснок сушеный и чеснок сушеный. Вот, 60 грамм это довольно много для сухого чеснока, и он очень ароматный. Так что, если вы увидите, то я вам прям очень рекомендую взять, потому что не всегда хочется в какие-то горячие, например, блюда заморачиваться со свежим чесноком, чтобы потом руки им пахли, вот это вот, да, чеснокодавку мыть и все остальное. Сушеный, кстати, тоже может подойти, поэтому я взяла. У меня есть, но я этот отдам маме, вдруг ей пригодится, потому что я заказывала на Т-декоре, по-моему. Что меня дернуло, я не знаю. Ну, наверное, я, как всегда, была голодна, когда находилась в фикс-прайсе, почему-то так звезду сходится, я все время голодна и там оказываюсь. В общем, я купила совершенно несвойственный мне продукт. Это вот такая орехово-шоколадная паста от Нутелла с добавлением какао. Да, 180 грамм. Надо найти состав. Сахар на первом месте, кошмар. Растительный жир, лесной орех, сухое обезжиренное молоко, обезжиренный какао-порошок, лицетин, ароматизатор. Ну, конечно, это капец. Ну, в общем, иногда случаются такие приходы, что у меня, что у Ромы, что хочется вот какой-то такой гадости. Вот прям вот гадости откровенной и все. Поэтому именно на такой случай я и взяла. Я пока не уверена, что мы будем прям всю ее есть, но поставлю в холодильник. Возможно, скорее всего, Рома захочет. Я насчет себя не уверена. Робчонки, я взяла в очередной раз. Там я брала уже и, в принципе, Роме понравилось. Он сказал, что хорошее. Вот такой вот паштет со сливочным маслом, русском Гост. Ну, как бы он сказал, что вкусный. Поэтому я и взяла. Смотрела состав, он, в общем-то, нормальный. Печень говяжья на первом месте, это уже хорошо. А так состав такой же, как и обычно. Поэтому две вот таких маленьких баночки я взяла. Он, на самом деле, вкусный, хороший паштет с нормальным, в принципе, составом. Поэтому да. Что еще касается темы кухни, я взяла две тарелки. Смотрите. Вот такие вот красивенькие тарелочки, белые, по 77 рублей. Здесь они называются тарелка глубокая, 17 сантиметров, производитель фирмы Kitchen. Ну, это самый такой более или менее красивый цвет, который я там увидела. Ну, то есть вот эти вот цветочки, они такие не критичные, да, не кричащие, такие они спокойненькие. Я взяла две. Для чего я взяла? Ну, Рома любит есть из таких вот глубоких тарелок, которые он называет косушками, жидкие блюда. То есть супы и все остальное нужно из вот таких вот ему. Ну, в общем-то, он уже много раз мне об этом говорил, поэтому я увидела более или менее адекватные по виду и по форме. Собственно, поэтому их и взяла для первых блюд две штуки. В принципе, они весьма и весьма нормальные. В этот раз я даже не разглядывала, никакие косяки не искала. Просто вот почему-то подумала, что они нормальные. И они на самом деле нормальные. Полностью нет никаких ни потеков, краски, ничего. Как это частенько бывает. Отличные, красивые, обычные такие пиалы. Классно? И последняя моя покупочка из этого захода. Это вот такие вот прищепки. Это самые лучшие прищепки, девчонки. Чуть дальше вы поймете, о чем я говорю. На самом деле, это самые классные прищепки из фикс прайса, которые вообще у них есть. Смотрите. Вот здесь видите вот эта штучка металлическая? Это первый плюс. С ней ничего не происходит, она не ломается. Дальше. Сам пластик, он толстенький такой. Он прочный. Это хорошие уличные прищепки. Они очень долго живут. Вот именно эти прищепки. Они там обычно в красном, каком-то зеленом, желтом цвете. Ну, то есть такие яркие. И в одной упаковке здесь 12 штук. Стоят они, я вам скажу сейчас чуть позже сколько. Самые классные. Вот самые-самые классные. Если вам нужны прищепки и вы хотите купить их в фикс прайсе, берите именно эти. Если их нет, лучше не берите никакие. Дальше объясню почему. А, кстати, была я в своем нелюбимом магазине в Анапе на Амельково. Но другого варианта у меня не было. Мне нужно было именно туда зайти. Итак, мой чек составил, девочки, всего лишь 652 рубля. По привычке чуть не сказала 2652. Но нет, в этот раз всего 652 рубля. Так, папайя 55, чеснок 50 рублей. Девчонки, это капец как дешево. Правда, если вам такое нужно, если вы когда-то хотели приобрести на iHerb, очень распиаренный, там две специи. Это чеснок сублимированный, сушеный и копченая паприка. Но там это стоит порядка 300-400 рублей. Там, конечно, больше, где-то раза в два, наверное. Но 50 рублей это очень дешево. Берите, если вам такое надо, попробуйте хотя бы. Вы будете знать, вообще, такой формат вам нужен или нет. Дальше. Папайя сушеная, которая 100 грамм, она 77 рублей. Та, которая 70, она 55 рублей. Вот и разница. Паста нутелла 149 рублей. Прищепки 55. Тарелки по 77. Паштет 27.50. Огурцы 55 рублей. Вот. Вот такой вот чек, девчонки. Так, это было все, что я купила в этот раз. Кому не интересен мой отзыв о нескольких позициях товаров противоречивых, то вы можете уже выключаться, и я с вами прощаюсь. Если вам интересно, то слушайте дальше. Поехали. Первый момент, о котором хотелось бы рассказать, это вот эти губки. Девочки, вот эти губки необычного цвета, которые очень многим понравились, которые очень многие стали покупать, и я не исключение. В каком-то из своих влогов я говорила, что эти губки, они воняют. После намокания, какое-то время они полежат и источают какой-то запах откровенной тухлятины. Я это заметила, и в каком-то из влогов сказала. И мне одна из зрительниц написала, что Таня, вот этой стороной, которая скотч брайт, да, вот этой вот жесткой стороной, не клади вниз на подставочку, на которой она у тебя лежит, иначе она будет вот так вот попахивать. Клади вверх. И, ну, я сначала такая подумала, да, блин, какая разница вообще. Раньше я всегда как положила губку, так и положила, да, ну, то есть вот эти разноцветные, раньше которыми пользовалась, но не было таких проблем. Ну, думаю, ладно, попробуем. И что вы думаете? Я стала ее класть именно вот этой скотч брайт стороной кверху, наверх, и все, она реально не пахнет. Ничем, никакой вони нет. Я не знаю, что здесь издает такой запах. Серьезно. Может быть, это вот клей, который соединяет, может быть, сам вот этот скотч брайт, хотя раньше с другими губками такого эффекта не было. В целом, губка-то неплохая, на самом деле, ее довольно надолго хватает, и она хорошо очищает, если вам нужно что-то очистить, в принципе, да. Ну, в общем-то, вот, я к чему это говорю, если вдруг вы тоже такие купили и обратили внимание на вот эту вот неприятную ситуацию с ее ароматами, то попробуйте ее помещать, допустим, в подставочку скотч брайтом вверх. Возможно, и у вас тоже этот эффект пройдет. Вот смотрите, девочки, что касается прищепок, да. Вот это те прищепки, которые хорошие, которыми я пользуюсь с удовольствием, и они убиваются только в том случае, если вдруг упадут, и Юви их разгрызет. Тогда все, хана. Вот эти прищепки, вы их наверняка тоже видели в фиксе, они продаются большими такими наборами, длинными пластинами такими, да, они там все разноцветные. Вот что я вам хочу насчет них сказать. Вы видите, что с ними происходит? Эти прищепки в самом лучшем случае, если использовать, то только дома. Когда они находятся на улице, то через какое-то время, или на балконе, например, где вы сушите свою одежду, они становятся вот такими вот хрупкими, и пластик просто ломается. Вот, понимаете? То есть вот этот механизм, он остается целым, он там железный, это все понятно. А пластик вот так вот крошится просто, как я не знаю, как будто, ну, спагетти. Вот. Поэтому вот эти прищепки можно брать, если только вы сушите свое белье, дома, где-то дома. Если только на улице, все им хана. Поэтому не советую вот эти, а вот эти конкретно, определенно, совершенно точно советую. В любом цвете. Они все хороши. Вот. Такая вот печальная история. Так, следующий момент, который я хотела бы осветить, это вот этот вот гель для душа из FixPrice. Честно говоря, я не помню, сколько я его покупала. Это у нас Rixona, да? Rixona тропическая свежесть никогда не подведет. Я больше покупать его не буду, скорее всего. Сейчас объясню, почему. У него какой-то бешеный расход. Он очень жидкий для геля, для душа. Он просто практически как водичка. Да, у него такой приятный аромат, какой-то фруктово-цветочно-нежный. На самом деле приятный. Пенится неплохо. Но он очень жидкий. То есть я еще не встречала таких жидких гелей для душа, как вот этот. Мне кажется, вряд ли это нормально. Он прям жидкий, серьезно. Но так в целом пахнет он приятно. Да, мне понравилось как пахнет. На коже он не остается. Ну, так себе. Ну, очень жидкий, девчонки. И последнее, о чем вы меня уже многократно спрашивали, чтобы я дала свой отзыв, а я все никак не соберусь. Это вот этот порошок NAN. Который у нас типа концентрированный. Чистящее средство для стирки цветного и белого белья с кондиционером. И он как будто бы, ну, что-то типа гипоаллергеновый. Но здесь так не написано. Для цветного. Высококонцентрированный, без запаха. Так. Содержит кондиционер с энзимами. Безопасно для окружающей среды. Ну, в общем, про гипоаллергены здесь ничего не написано. Ну, ладно. Что я вам хочу сказать? Девочки, неплохой порошок. Здесь сколько? Аналог 7 килограмм. Ну, понятно. А здесь сколько? 700 грамм. 700 грамм порошка. Мерная ложечка там. Вы знаете, не хуже и не лучше. Нормальный такой порошок. То есть, опять же, зависит от жесткости воды. У нас вода сумасшедше жесткая. Просто кошмарная. Хуже воды я нигде не встречала. Поэтому иногда, когда есть какие-то загрязнения, я использую 2 мерных ложки. А так, в целом, для того, чтобы просто простирать белье, мне вполне хватает одной. И да, белье мягче, чем от обычного порошка. Это я вам могу сказать. Но не кардинально. Нет такого, чтобы прям воспользовались этим вместо своих привычных. И все. И забыли про кондиционер. Я такого сказать не могу. Но в целом, порошок неплохой. Есть вероятность, что я буду его повторять. Нормальный такой порошок. Удобный тем, что... Ну, такая прикольная, лаконичная, да? У него упаковочка. С крышечкой. Нет никаких проблем с открыванием. Все хорошо открывается. Закрыто. Вот он там, порошок. Мирная ложка. То есть, все. Нет никаких нюансов с тем, что вы что-то где-то рассыпаете, разливаете. Как это у меня обычно бывает. В общем-то, весьма удобно. А если порошок не понравился, можете потом в такую банку просто пересыпать тот, который вам нравится. И с удобством пользоваться. Вот и все. Ну, что ж, мои дорогие. Это было все, что я хотела сказать вам сегодня. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это, да, обязательно поддержите меня. Мне всегда это очень безумно приятно. Это помогает продвижению, помогает нам с вами продвигать этот канал. Потому что без вас ничего бы не было. Это факт. Я благодарю вас очень сильно за все теплые слова, которые вы мне говорите. Их настолько много, что просто лопну скоро. Я, в свою очередь, желаю вам всего самого-самого наилучшего. Обязательно берегите себя и своих близких. Не болейте. Все будет хорошо. Везде прорвемся. Со всем справимся. Я вас люблю. Пока-пока.